Пятница, 29 июля. В прямом эфире программы «Вечер» в студии Игорь Севрюгин. Здравствуйте. Сегодня я и наши журналисты расскажем про удар по колонии в поселке Еленовка, где погибли более 50 украинских пленных. Представим все точки зрения и постараемся понять истинную причину. Также сегодня поговорим о кадрах, на которых предположительно украинскому военному отрезает гениталий российский солдат. Кто понесет за это ответственность? Кроме того, наша редакция получила уникальную запись из суда Чечни, где шел процесс над похищенной Заремой Мусаевой. Ей стало плохо во время заседания. Эта трансляция также доступна на Фейсбуке и Ютубе. Если смотрите нас там, то ставьте лайк, чтобы эфир увидела больше зрителей. Итак, после взрывов на территории колонии в поселке Еленовка в неподконтрольной Киеву части Донецкой области погибли 53 человека. Во всяком случае, такие цифры приводят российские государственные СМИ и боевики из так называемой ДНР. Министерство обороны России распространили видео с последствиями, как они сами называют, обстрела колонии. Там же сообщили, что под удар попали бараки, в которых удерживались пленные украинские военные. Кроме 53 погибших, ранения могли получить от 70 до 130 человек. Российские СМИ и сепаратистские ресурсы приводят разные данные о числе пострадавших. Кремль и боевики обвинили в обстрелах колонии вооруженные силы Украины. Также, по данным Минобороны России, были ранены 8 сотрудников изолятора, хотя главарь так называемой ДНР заявлял, что сотрудники изолятора не пострадали. По версии России и боевиков, ВСУ якобы стреляли из реактивных систем залпового огня «Хаймарс». И вот как представитель Минобороны России Игорь Коношенков объясняет, почему украинские военные стреляли по колонии, где удерживают украинских пленных. В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. В украинском генштабе заявили, что Россия сознательно совершила артобстрел колонии, чтобы скрыть пытки и убийства пленных украинских граждан, а также чтобы обвинить ВСУ в военных преступлениях. Об украинской реакции подробно мы поговорим через несколько минут, а пока Катерина Кочкина расскажет вам о том, что из себя представляет колония в Еленовке и кого там удерживают. Колония номер 120 в поселке Еленовка была законсервирована по крайней мере с 2015 года. Снова помещать туда людей начали весной. В Еленовку отправляли, к примеру, жителей Мариуполя, которые не прошли так называемую процедуру фильтрации. В середине мая после ожесточенных боев за Мариуполь, Россия и Украина договорились о вывозе бойцов Азова и украинских солдат с заблокированного комбината Азовсталь. Большую часть военных отправили в тюрьму в Еленовке. Украинский волонтер, находившийся в плену в этой же колонии, об условиях содержания вспоминает так. Общее количество заключенных еще было не таким большим, как позже. Когда начали приходить большие этапы, сначала с комбината имени Ильича, затем с комбината имени Азовсталь, было очень тяжело. Одновременно на территории Еленовской исправительной колонии находилось около трех тысяч человек. Питания не хватало, воды не было в принципе. О пыточных условиях, переполненных камерах и почти полном отсутствии воды вспоминают и другие узники колонии. Украинские власти и волонтеры, содержавшиеся в Еленовке, рассказывают, Помимо боевиков, так называемой ДНР, тюрьмой управляли в том числе российские военные и силовики. Это Еленовка колония, волноватская исправительная колония. Потом перед приездом Азовстали с дачи, за два дня до этого приехали полностью российская администрация и они начали вести сотрудничество и управленческую деятельность в министерстве. Флав подняли российский. Полностью правильно было, что это российская тюрьма. Временами гражданских отпускали из Еленовки. Так произошло с 20 украинскими волонтерами, которые рассказали о том, что происходит в колонии. Они вышли на свободу в середине июля. По их словам, в тюрьме еще оставались сотни людей. Как мирные жители, так и военнопленные. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что именно в Еленовке находится большая часть украинских пленных. Точное их число неизвестно. Минобороны России говорило о 959 военных, сдавшихся на Азовстали в середине мая. Месяц назад Россия и Украина провели обмен 144 на 144. Среди тех, кто вернулся в Украину, были защитники Мариуполя, в том числе бойцы Азова. Тем временем источники издания «Украинская правда» в разведке и правоохранительных органах утверждают, что несколько дней назад боевики перевели украинских пленных в промзону на территории колонии в Еленовке. И именно по этому бараку, в который их и перевели, и был нанесен удар. Дальше цитирую тот самый источник издания. Это был барак, в котором были бойцы Азова. Их перевели в него за несколько дней до сегодняшнего обстрела. Мы еще не могли понять, почему. Корреспондент «Настоящее время» Анна Бравко присоединяется сейчас к нашему эфиру из Львова. Аня, привет. Ты следила сегодня за украинской реакцией на события в Еленовке. Что говорят украинские власти? Да, привет, Игорь. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужин сегодня заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего и искалеченного воина, и что срока давности у сегодняшнего преступления нет. Впрочем, он и подчеркнул о том, что Украина, в отличие от России, соблюдает нормы международного гуманитарного права. А в Генеральном штабе Украины, как ты уже упомянул, Игорь, заявили, что произошедшее в колонии в Еленовке – это дело рук вооруженных сил Российской Федерации. Российские оккупанты таким образом преследовали свои преступные цели – обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Донецкой области. Последствия обстрела уточняются. В Министерстве иностранных дел Украины произошедшее назвали очередным военным преступлением. Глава ведомства Дмитрий Кулеба попросил страны-партнеры как можно скорее признать Россию государством-террористом. А советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал взрыв в колонии, «Уничтожение барака» с планированной провокацией Кремля. Масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была именно спланированная организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который было попадание за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная операция под чужим флагом. Эта информация подтверждает и в службе безопасности Украины. Там опубликовали перехваченный телефонный разговор бойцов так называемой ДНР. Во время войны оперативно проверить подлинность разговора мы не можем. СБУ, официальная служба опубликовала его, и там двое собеседников обсуждают, что взрыв в колонии произошел из-за того, что в бараке заранее заложили взрывчатку. Они сами уехали в казарму. Там было 200 человек. В общем, позавчера переселили с брака, в общем, с трех браков, ну, все количество, там, до 200 человек, 190 человек. Переселили, какого-то, на клуб зону, там, и по казарме сделали. Так они именно сградом по этой казарме? Они, скорее всего, заложили 2-3, и не было прилета, потому что я тебе говорю. Звязь просто ***, все слова. Я понял. А они, скорее всего, ***, заложили заранее взрывчатку. Игорь, если можно, да, добавлю коротко о том, что в Главном управлении разведки террористический акт, как они говорят, произвели, в том числе наемники частной военной компании «Вагнера». Приказ отдавал лично Евгений Пригожин, причем не согласовав его с Министерством обороны Российской Федерации. И вот в Главном управлении разведки Украины говорят, что главной целью этого взрыва в бараке была необходимость уничтожения фактов масштабного разворовывания денег, выделенных Россией на содержание украинских пленных. Потому что, по данным Главного управления разведки Украины, 1 августа, это уже понедельник, туда должна была приехать с проверкой комиссия из Москвы. Игорь. Она озвучивает ли в Киеве какие-то цифры и то, кто именно мог погибнуть в Еленовке? Я имею в виду исключительно бойцы полка АЗОВ или кто-то еще? Игорь, в Генеральной прокуратуре Украина озвучивает такие цифры. 40 погибших и 130 раненых. Ведомстве уже открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Подчеркивают, что в колонии содержались и содержатся не только военнопленные, но и незаконно задержанные мирные жители Украины. Но кто именно погиб, не говорят. Имена погибших и раненых сейчас выясняют и так называемые ангелы АЗОВ. Это официальная патронатная служба полка АЗОВ. Там подчеркивают, что на место выехали представители Международного комитета Красного Креста и нужно дождаться официального вывода, который сделает именно эта организация. И призывают, родственники защитников Мариуполя призывают не доверять информации, которую публикуют в российских СМИ, в российских телеграм-каналах, поскольку это специальная психологическая операция против родственников АЗОВцев, самих АЗОВцев и в целом украинцев. Но я добавлю, что в мае с территории завода АЗОВ Сталь вывели около двух с половиной тысяч защитников Мариуполя. Это не только бойцы полка АЗОВ, но также и, например, морские пехотинцы, пограничники и полицейские. И на подконтрольную Украине территорию в конце июня удалось вернуть только 95 из них в рамках обмена. Аня, спасибо тебе большое. Анна Боровко рассказала об украинской реакции на удар по колонии в Еленовке. Отреагировали на удар по колонии в Еленовке и в самом АЗОВе. Основатель полка Андрей Белецкий заявил, что уже собирает цитаты информацию про жертв и конкретных исполнителей военного преступления и объявил охоту на всех причастных к массовому убийству. Я от имени АЗОВских подразделений объявляю охоту на каждого, кто причастен к массовому убийству. Ответственность понесет каждый рядовой исполнитель и каждый организатор, независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстреминированы. Российские войска и боевики утверждают, что Украина нанесла удар по колонии в Еленовке из реактивной артиллерийской системы «Хаймарс». Их Украина получила от США. Боевики даже показали осколки от ракет, которые якобы собрали на месте удара и которые принадлежат тем самым системам. Чисто теоретически Украина могла достать до Еленовки. Дальность ракет для «Хаймарс», которые используют сейчас в СУ, 80 километров от оккупированной Еленовки до ближайшего населенного пункта, который контролирует Киев, всего 15 километров. Вот вы видите на карте это поселок Новомихайловка Донецкой области. Но военный эксперт Валерий Рябых рассказал настоящему времени, что применение западного оружия, которое получает Украина, строго контролируется. Это же касается и систем «Хаймарс». Применялись ли они в том районе в конкретный день и время, легко проверить, говорит эксперт. Значит, картинка разрушения, она не соответствует тем разрушениям, которые возникают после использования «Хаймарса» и больше похожа на использование термобарических боеприпасов, которые, кстати, у Украины, которые бы могли быть использованы на такой дальности, нет. Это будет использоваться в качестве, скажем, влияния информационного на тех, кто еще верит в какие-то заявления со стороны Кремля, что говорит, вот, ну, посмотрите, вот оружие, которое снабжает Украину, Запад, оно вот использует таким нечеловеческим способом. Сама система «Хаймарс» — это не просто машина, которая, как бы, ну, предназначена для нанесения ударов. Это часть ударно-разведывательного комплекса, который объединен с системой управления. Как правило, в подобной связке, вот этом треугольнике, ударное средство, разведывательное средство, средство связи и управления и ударное средство, есть средство объективного контроля и записи. Ну, все это в электронном виде передается и может записываться. Уже есть заявление от представителей генерального штаба со ссылкой на начальника артиллерии сухопутных войск о том, что, значит, в этом районе удары не наносились украинской артиллерии. И это также объективно фиксируется в необходимых боевых документах, потому что ни один удар подобными системами не производится партизанскими методами. Все это отображается в боевых документах, где это решение утверждается соответствующими начальниками. Основатель конфликт-интеллиженстим Руслан Леви в своем ежедневном стриме сегодня рассказал, что, по его мнению, крайне маловероятно, что удар по колонии в Еленовке нанесли украинские войска и особенно много сомнений по поводу того, что удар этот мог быть нанесен с применением американских систем «Хаймерс», как утверждают российские СМИ. Вот аргументы аналитика. «Хаймерс» тут можно сразу отмести, просто давайте посмотрим на линию фронта. Где находится у нас Еленовка? Вот она, Еленовка. Вот. Пожалуйста. Как видите, до линии фронта здесь буквально, даже вот тут справа внизу есть масштабная линейка, понятно, что до вот этой Новомихайловки, там, ну, километров 10. То есть это до ближайшей позиции, откуда в теории могли стрелять украинские войска. Соответственно, если у вас до объекта 10 километров, зачем вам «Хаймерс»? «Хаймерс» используется для очень удаленных объектов, которые находятся далеко в тылу российских войск, российских позиций. Поэтому «Хаймерс» можно отмести вот прям сразу. Дальше. Окей, могли бы стрелять из ствола артиллерии какой-нибудь другой. Но опять же, тоже, мне кажется, это максимально тупо и неразумно. Почему? Потому что вот я не нахожусь на линии фронта, но даже я прекрасно знаю, что в Еленовке уже очень давно находится лагерь военнопленных, украинских военнопленных. Это было постоянно в новостях, повсюду. Особенно в контексте того, что вот в Мариуполе азовцы, они вышли с позиции, их захватили в плен, и их потом содержали как раз в Еленовке. И все об этом знали, в том числе украинские военные. Поэтому, зная, что там находятся твои сослуживцы, бить по этому объекту, это было бы максимально тупо. Поэтому пока что эта версия, которую предъявляет российская сторона, выглядит максимально неразумно, максимально нелогично. И чуть менее часа назад появилось официальное заявление Службы безопасности Украины. Я сейчас его процитирую. Ну, во-первых, то, что произошло в Еленевке, СБУ называет организованным убийством украинских граждан. И, исходя из этого, СБУ предъявляет два главных требования. Во-первых, от Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией. Это заявление СБУ. И второе. Немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, и представителей Объединенного Центра по поиску и освобождению пленных на территории колонии Еленевка, на временно оккупированной территории Донецкой области, с целью инспекционной миссии, конец цитаты. Еще раз подчеркну, это было требование СБУ. Попробуем разобраться, кто именно мог находиться в колонии в Еленевке. В эфире с нами советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы точно знаете о том, кто содержался в колонии в Еленевке? В колонии в Еленевке содержались защитники Азовстали. И они были туда привезены сразу же после того, как они вышли с территории Азовстали. А я тогда еще для себя сделал интересный вывод. Посмотрел на карте, где находится Еленевка. Это буквально 5-7 километров от Донецка и 5-7 километров от линии фронта. Еще удивился, а почему именно там содержат наших заключенных. Потом я увидел телеграм-канал, близкий к Кремлю. Он называется «Незыгарь». Там еще 6 июня было написано, что якобы Украина может совершить диверсию и ударить по колонии в Еленевке. Происходит сегодня чудовищное по своему масштабу преступление. Я могу его сравнить разве что с убийством Сталина польских военнопленных в Катыни, когда беззащитных польских военнопленных убили по приказу Сталина. Точно так же сейчас это была казнь наших пленных. Они были заложниками там. Естественно, это сделано подлыми русскими, которые сделали это для того, чтобы уничтожить наших героев. Других объяснений я не вижу. Антон, вы уже сказали, что там были, собственно, те, кто защитники Мариуполя. Это полк АЗОВ. А только ли там были представители полка АЗОВ? Или там могли быть и другие, с учетом того, сколько действительно из Мариуполя вывезли разных людей? Естественно, там были защитники Мариуполя из разных подразделений. Не только АЗОВцы, но и пограничники, но и представители других вооруженных формирований Украины, вооруженных сил. Поэтому там были все, кто были на АЗОВ Стали. Украина был список или есть этот список с именами и фамилиями? У нас был список всех, кто вышел с АЗОВ Стали. Поэтому этот список был передан перед выходом с АЗОВ Стали через единственный оставшийся целый Стролин. Кто-то из них готовился на обмен? Велись такие переговоры? Ну, были сделаны несколько обменов, но это было всего лишь там несколько сотен человек. Там находилось гораздо больше. И есть еще интересное свидетельство о том, что за несколько дней до этого умышленного убийства часть пленных, примерно 200 человек, были переведены именно в здание промышленной зоны. Как вы могли видеть на видео, снятых террористами, это не было здание колонии. Это был зал какого-то цеха. И есть вопрос, почему группу наших военнопленных перевели за несколько дней именно в здание промзоны, именно в этот цех. Это предстоит выяснять следователям, прокурорам. И это будет предметом расследования комиссии по чудовищным военным преступлениям, совершенным русскими против Украины. Вы сами задаетесь вопросом, почему у вас есть ответ на этот вопрос? Это не люди, это ублюдки, которые могли совершить этот теракт для того, чтобы обвинить в этом Украину. И таким образом еще показать своим гражданам России, что типа, мол, нацисты, которыми обзывали азовцев, мол, типа погибают, и мы их не будем обменивать. Но точно информацию будем понимать, когда будут свидетельства тех, кто будет перебежчиками, тех русских и тех ДНРовцев, которые захотят свидетельствовать, расскажут правду. Как в условиях войны и в условиях того, что колонии в Еленовке находятся на оккупированной части территории, идентифицировать вообще тела погибших? Значит, у нас единственный способ общения, это канал через Главное управление разведки. Наши разведчики, я думаю, имеют свои и агентурные сети, и будут официально вести переговоры с той стороной, для того, чтобы понять, что произошло. С другой стороны, тех ублюдков должны были быть списки, кого они перевели в это здание, промышленной зоне. Есть списки раненых и есть списки выживших. Соответственно, после этого можно путем исключения понять, кто погиб. Но, естественно, что точно всю информацию мы сможем восстановить только после того, как будет наша победа. Мы освободим эти территории и будем собирать уже там всю информацию о событиях. Российская пропаганда в контексте удара по Еленовке сегодня цитирует ваше интервью Ньюсвику. Я, позвольте, зачитаю то именно, что они очень активно распространяют. Хаймерсы и тяжелая артиллерия – это хороший первый шаг. Но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую. Это они приводят, еще раз напоминаю нашим зрителям, вашу цитату. Если коротко, можете прокомментировать контекст, время, когда вы давали это интервью и давали ли вы его вообще? Это интервью давалось журналисту американскому примерно неделю назад. И, естественно, это вырванная цитата из контекста. Я прошу прощения, я стою на улице. Да, конечно, Антон, мы вас слышим, продолжайте. Я прошу прощения, просто я стою на улице, где проезжают трамваи в Киеве. Так вот, это интервью давалось неделю назад, это цитата, вырванная из контекста, как всегда делает российская пропаганда. Смысл этой моей фразы был в том, что мы обладаем, благодаря нашим западным союзникам, высокоточным оружием, хаймарсами и гаубицами, но для того, чтобы их точно наводить, нужно иметь больше беспилотников. И мой посыл, что нам нужно больше беспилотных аппаратов большой дальности. Вот о чем тут речь. Хаймарцы и гаубицы наши бьют только по целям, которые заранее разведаны, которые известны. И, естественно, нам давным-давно известно, что в Еленовке содержались наши же военнопленные. Никто бы туда не стал никогда бить. Известно ли вам, чем действительно был нанесен удар? Действительно ли это американские системы Хаймарс? Нет, у меня нет информации, чем был нанесен удар, но я убежден, что это сделали русские ублюдки. У них много разных способов для нанесения удара. Начиная от Искандеров, заканчивая РЗСО, смерч, ураган и так далее. Джон Кирби, представитель США, сегодня заявил, что у Вашингтона недостаточно разведданных об ударе по Еленовке. У Украины есть разведданные? Я не имею информации об этих разведданных. Я думаю, что эту информацию должен комментировать Главное управление разведки. А вообще, можно ли как-то отследить пуски Хаймарсов? Какая может быть эта доказательная база? Знаете ли вы? Смотрите, Украина не стреляет по своим военнопленным. Точка. Ждать обнародования доказательств со стороны Украины стоит? Ну, естественно, будет полностью все факты обобщены и предъявлены обвинения тем, кто ублюдком, который это сделал. На тех опубликованных кадрах из Еленовки вообще слышна даже иностранная речь. Известно ли вам что-то о международных, вероятно, независимых СМИ именно на оккупированной территории? На территории оккупированных не бывает независимых СМИ. Там есть только негодяи продажные, которые работают на русских. Поэтому иностранная речь может принадлежать журналистам, вернее, пропагандистам-предателям типа Грэма Филлипса. И больше никому. Спасибо вам большое о том, что произошло в Еленовке. Разбирались с советником главы МВД. А я хочу еще добавить. Можно еще добавить интересную вещь? Покажите, пожалуйста, в вашем эфире видео, как приехала так называемая омбудсмен ДНР и заявила на вопрос, погибли ли охранники. Она заявила, что охранники, слава богу, не погибли и даже не ранены. У меня вопрос. Как может быть так, что гибнут заключенные, охранники, которые находятся рядом с ними, абсолютно не ранены? Это большой вопрос. Скорее всего, их предупредили, они отошли в сторону, когда наносился удар для убийства наших пленных. Антон, безусловно, спасибо вам, что вы на это обратили внимание. К сожалению, это видео телеканала «Звезда». Мы не можем его показывать по своим соображениям, поскольку это видео не снято нами. Но мы, безусловно, это цитируем. В том числе я в эфире ранее перед вашим включением цитировал главарей так называемых ДНР, ЛНР, которые утверждают, что действительно там никто не погиб и не пострадал. Однако позже появилась информация от самого Министерства обороны России, что действительно пострадавшие среди тех, кто охранял, там были. Спасибо вам большое. Еще раз советник главы МВД Антон Геращенко. Действительно, мы видим, что и наши зрители задаются этим вопросом. Я уже объяснил, что это видео принадлежит телеканалу «Звезда». Телеканал «Звезда» принадлежит Министерству обороны. И поскольку это не наши кадры, мы не можем показывать вам это даже на условиях цитирования. Спасибо за ваше понимание. Что вы думаете, собственно, об ударе по колонии в Еленовке, в Донецкой области, в результате которого, напомню, погибли не менее 53 украинских военно-пленных? Оставляйте свои комментарии под этой трансляцией в Фейсбуке и Ютубе. Вот что пишут пользователи, комментируя эту новость в Фейсбуке настоящего времени. Мы приводим самые популярные комментарии, собравшие больше всего лайков. Бессудная казнь. Заметают следы пыток и преступлений против человечности. Вот интересно, а охранники колонии все живы и здоровы? Как так? Как всегда у расистов натворят сами, а обвиняют других. Уже установили. Удар был нанесен американским Хаймарс. Попали в центр крыши. Ювелирно. Завалы до сих пор разгребают. Теперь в ход пойдут обломки Химарсов, которые уже несколько недель активно собирают сепары на местах прилетов по их базам. С каких пор слова РФ или ЛДНРовцев заслуживают хоть капли уважения? Одно сплошное вранье. Потоком прям. Послевоенное время все расставит по местам. Очевидно, что РФ 100% проиграет войну. И после войны они ответят и за этих пленных. Хватит гробить народ. Остановите бойню. Украина знает, где находятся пленные и никогда это не сделает. Перед тем, как мы перейдем к следующей теме, она тоже о пленных, я должен сразу вас предупредить, что речь пойдет об очень жестких пытках. В сети появился ролик, который мы не можем показать именно по причине того, что происходит в кадре. Даже от одного описания вообще кровь стынет в жилах. На земле лежит военнопленный со связанными руками. Предположительно, украинский солдат. Его избивают. А после этого человек в камуфляже с шевроном Z отрезают ему канцелярским ножом гениталий. Затем пленного застрелили в упор, а его тело привязали к автомобилю и какое-то время возили волоком. Пользователи интернета утверждают, что по открытым источникам смогли идентифицировать мужчину, который пытал пленного. Он носил ковбойскую шляпу. В такой же одежде его обнаружили в одном из опубликованных ранее роликов российского государственного медиа РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко опубликовал у себя в телеграмме личные данные этого бойца. По его информации, российский военный, уроженец республики Калмыкия. Более подробные данные в дальнейшем будут обнародованы уже следствием. Вообще зафиксировать военные преступления специалистов Генпрокуратуры Украины уже попросил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. Он об этом рассказал журналистам «Украинской правды». Кроме того, омбудсмен говорит и готовит обращение в ряд международных правозащитных организаций. Одна из них – Human Rights Watch. Там знают о ролике и намерены его верифицировать. Я считаю, очень важно, чтобы это видео было верифицировано. Human Rights Watch пока не сделала этого. Очень важно, чтобы это произошло. И командование российских военных, российской армии обязано также верифицировать это видео и расследовать происходящее. Если это настоящее видео, это вопиющее нарушение Женевской конвенции, которую Россия обязана соблюдать. В этом документе предельно четко прописано, что воюющие стороны, в частности Россия и Украина, обязаны относиться к военно-пленным гуманно. Еще раз подчеркну, по мнению замдиректора Human Rights Watch, Россия обязана провести тщательное расследование того, что произошло с пленным. А правозащитник Николай Полозов уверен, что если в кадре убит украинский военно-пленный на подконтрольной России территории, то именно власти России в данном случае должны отвечать за это военное преступление. В соответствии с Третьей Женевской конвенции военно-пленный находится не во власти какого-то офицера, который взял его в плен, не во власти военной части или подразделения, которое его взяло в плен. Ответственность за него несет держава, как это указано в конвенции. В данном случае ответственность несет Российская Федерация, в том числе в лице ее политического руководства. То, что мы видим, это последовательные действия российских властей, которые выражаются, во-первых, в таком отрицании, нигилистическом отрицании норм международного права, а с другой стороны в неком карт-бланше на любую жестокость, на любые преступления, которые власть российская дает своим военнослужащим. Конкретно в данном случае, если это видео действительно подтвердится, если данное место имело быть, а именно применение физического насилия, калечения в отношении украинского военнопленного, это прямое военное преступление, это прямое нарушение Третьей Женевской конвенции, в частности, статьи 13. Исследователи Conflict Intelligence Team проанализировали видео жестокой расправы над украинским военным. Они подчеркивают, что лица, предположительно, российского военнослужащего, который ножом кастрирует живого пленного, на кадрах не видно, и со стопроцентной точностью его идентифицировать сложно. Однако основатель Conflict Intelligence Team отмечает, что очень похожее видео они уже встречали из Сирии. Там российские наемники ЧВК Вагнера расправлялись похожим образом с пленным сирийцем. Мы в своей команде прекрасно помним те видеозаписи из Сирии, где на газовом месторождении группировка Вагнера она туда привезла пленного сирийца, и известно уже его имя, он был обычным гражданским человеком, не ФСБшником, к слову, так просто укол некоторые в город, понимаете, самичей. И сначала они его забили насмерть кувалдой, потом они саперной лопаткой отрезали ему голову, отрезали ему руки, тело подвязали за веревки, подвесили там между опорами, на теле вырезали надпись, по-моему там была «ЗАВДВ» или как-то так, и подожгли. И все это снимали на видео. Что касается в целом всего этого события, то тут не о чем даже спорить, что да, это военное преступление именно российской стороны, больше пока похоже, что это не российские солдаты, может быть, наемники Вагнера, может быть, там, не знаю, сепаратисты, там, вот эти ЛНРовцы какие-нибудь. Все это может быть. Но в любом случае, конечно же, ответственность лежит полностью на российской стороне, даже если это наемники Вагнера, даже если это сепаратисты, потому что за их действия несет ответственность именно российская страна. О природе такого уровня жестокости и о том, почему это еще и на видео снимается, мы поговорили сегодня с украинским психологом Анной Кушнирук. Она считает, что это видеорасправа над украинским военным, которое, напомню, мы не можем показать по этическим соображениям, это послание. Это, наверное, все-таки декларация того, что все то, к чему пришло человечество в своих культурных ценностях, я опровергаюсь сегодня теми действиями, за которых я чувствую абсолютную безнаказанность. То есть я, как насильник, я, как убийца, я, как мучитель, противоставляю себя всему цивилизованному миру. И я этому цивилизованному миру, зная, что в этой войне на самом деле за каждым кадром следят не только пленные, не только их родственники, правда, не только те, кто стоит за этим в рамках государства, а и весь мир наблюдают бесчинством всего, что происходит. Я этому миру кричу, будучи искореженным, покалеченным внутренне годами, десятилетиями своей жизни человеком. Тот, кого били в его состоянии слабости в его детстве, тот, кого насиловали, чаще всего становится тем, кто насилует, избивает, мучает. И вот это послание, записанное на камеру, это последняя стадия внутреннего искореженного страха, в котором они кричат о том, что вот мы настолько не боимся и мы настолько унижаем. Не будет ничего. Отнимаем мужскую силу, отнимаем мужскую честь и показываем, что нет даже уважения уже к человеку, который умирает и к умершему человеку. На самом деле, знаете, это вот по всем возможным направлениям человек проявляет неуважение ко всему, что для всего человечества является сакральным. Уважение воина к воину, по какие бы стороны они ни находились, уважение мужского к мужскому и в целом послание тем, кто будет видеть и оплакивать горе, страдания и боль того, кто стал жертвой этих мучительностей. И вот поскольку здесь нет сверхценной человеческой и высокой идеи, да, сакральной идеи, здесь есть идея другая — насадить то черное, то чуждое, выплескивая его из себя. Поэтому вот в массе, в животной этой массе всегда интеллект падает до уровня самого низкого и всегда жестокость растет до уровня максимально допустимого того, что может делать человеческая рука. Безусловно, тяжелые сегодня новости приходят и, безусловно, этот удар по колонии в Еленовке, где погибли, напомню, по меньшей мере 53 украинских военных, пленных при том. И также это вероятная кастрация украинского военного и затем его убийство. Не знаю, что вы думаете об этом, напишите в комментариях под нашей трансляцией в Фейсбуке и Ютубе. А пока давайте перейдем к другим темам. На временно оккупированных России территориях Украины массово берут в плен не только военнослужащих, но и мирных жителей. Правозащитники говорят о тысячах, но точное количество подсчитать сейчас невозможно. Чаще это мужчины призывного возраста. Тут важно понимать, задержание и перемещение гражданских это преступление и нарушение согласно Женевских конвенций. Что советуют делать правозащитники и чиновники? Как ищут и борются за родных украинские жены и матери? Анна Бравко пыталась понять и пообщалась даже с несколькими семьями. Артур ведет проукраинский паблик родного города. Это и стало формальным поводом для задержания. Маме российские военные пообещали сына вернуть через час, но слова не сдержали. Камера 2 на 3. Там, где, извините, ходишь в туалет, там и ешь. Когда я сидел в комнате, там, где меня спрашивали, первым делом я думал о маме, как она перенесет, потому что у него на тот момент с сердцем были немножко проблемы. В местном захваченном райотделе полиции парень провел пять дней, но знает тех, кто остается в плену до сих пор, как, например, муж и сын харьковчанки Ларисы Павленко. В начале войны мужчины отправили Ларису в Польшу, а сами принялись активно волонтерить, покупать и возить еду в обстреливаемое село. Без объяснений забрали не только родных Ларисы, еще троих их друзей и соседей. Похожим образом задержали мужа Юлии Вендина из поселка Глубокое под Харьковом. Мы просто сидели на кухне и в какой-то момент увидели в окно, что у нас во дворе стоят вооруженные солдаты. И буквально через несколько секунд просто открылась входная дверь, нам закричали, чтобы мы все вышли из дома с поднятыми руками. Ну, когда мы вышли из дома, нас всех построили как бы в шеренгу во дворе, а моего мужа сразу просто поставили к стене и приставили ему голове автомат. В итоге ему просто завязали глаза, завязали руки, посадили в машину и увезли ее в неизвестном направлении. Обе женщины надеялись, их мужчин быстро отпустят, ведь они не военнослужащие. Но этого не произошло. Последнее, что он мне сказал, тем, как его забрали, это я тебя люблю. Но он всегда меня успокаивает. Когда россияне пленят гражданских, это военное преступление. Поэтому то, что происходит сейчас, потому что это массово, массово происходит на оккупированных территориях, на новооккупированных территориях, как сейчас часто называют, это то, что там общая политика Российской Федерации, политика террора местного населения. И очевидно, что похищение используется в качестве такого инструмента террора. Правозащитники, правоохранители настаивают родственникам после похищения. Первым делом нужно написать заявление в полицию, службу безопасности Украины и Национальное информационное бюро при Министерстве реинтеграции. Обращаться можно в Международный комитет Красного Креста, который имеет право на посещение пленных. Но на практике эти действия не приносят мгновенного результата. Мне отвечали, что вот вашу информацию мы приняли, учли. Просто вот ждите, если у нас будут какие-то новости, мы вам сообщим. Но ничего в итоге никто пока не сообщил. Тогда семьи, бывает, решаются на посты в социальных сетях, статьи и публикации в СМИ. Не навредит ли такая огласка? В информбюро настоятельно советуют воздержаться от этого. Не публиковать какие-то персональные данные. С момента полномасштабного вторжения с 24 февраля я не встречал еще ни один случай, когда такая огласка, когда бы она помогала. Но в то же время я встречал случай, когда эта огласка очень мешала. Реальная помощь от официальных учреждений и организаций всегда бесплатная, подчеркивают правозащитники. Мне неведомы випадки, когда уже за последние 5 месяцев человеку можно было выкупить. Захват пленных, тут способ давления, с одной стороны, на украинскую власть, с другой стороны, такой способ иметь некое количество людей, которых можно впоследствии на кого-то обменять. Совершенно утилитарный подход. Опыт организаций, работающих с незаконно задержанными еще до полномасштабного вторжения, говорит, огласка может принести пользу. Чи варто, чи не варто висвитливать, якесь підсвечивати певное имя, але сумнівалися, але зрештою після звільнення заручників, цивільних, військовослужбовців мені ни від кого не доводилось чути, що публічність, до якої вдавалися їх родичі, була їм на шкоду глобально. О числе захвачених российскими военными гражданских в Націинформбюро не сообщают. Татьяна считає, їх могут быть сотни, а то і тисячі. І в такому количестві чиновникам легко потерять в списках отдельного человека. Поэтому советують родственникам самим становиться детективами. Кожна родина має сама проводити розслідування зникнення цієї особи, тобто передивлятися всі соціальні мережі, передивлятися спеціальні телеграм-канали, навіть російські, тому що по-іншому складно буде знайти. Що важливо, що всю цю інформацію, яка людина здобуде таким шляхом, треба також передавати в Службу безпеки, наприклад, Україну, тобто державним органам. По сведениям Национального інформбюро, за п'ять місяців війни вернуть домой удалось 109 верных українців. Анна Бравко, Сергій Сивко, Настоящее Время, Україна. Людей буде знати правду. Но сейчас о более приятных новостях, конечно, насколько это возможно в контексте войны. Послы стран Большой Семерки прибыли в Одессу, чтобы лично проконтролировать отгрузку зерна, которое было заблокировано в акватории Украины с начала полномасштабного вторжения России. По информации заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко, это 17 кораблей. Они должны вывезти почти 600 тысяч тонн украинского зерна. Старт маршрута – торговый порт Черноморск от Одессы. Сегодня вместе с послами Большой Семерки там побывал президент Украины Владимир Зеленский. И подробнее расскажет корреспондент 5-го канала Ольга Дунская. Ольга, приветствую. Она на связи со студией из Одессы. Что известно о сроках поставки зерна и о том, как будет работать этот коридор? Здравствуйте, Игорь. Ожидается, что первый караван должен выйти уже к концу недели. Вначале заработают порты Черноморска и Одессы, а уже к следующей неделе планируют запустить также к работе порт Южный. Собственно, президент посетил порт Черноморск. Он посмотрел, как проходит подготовка. В целом, Украина практически полностью готова начать экспорт зерна. Первым выйдет турецкое судно. Также осмотрели послы Большой Семерки и президент Украины. Панамское судно с кукурузой, которое тоже ожидает экспорта. Маршрут планируется через Босфор и ожидается, что первыми поймут сухогрузы – это страны Северной Африки. Предлагаю послушать прямую речь. Сегодня в портах Одессины вантажятся первые судна с украинским зерном, что были заблокированы в украинских акваториях от начала войны. Наразі в портах Одессины находятся 17 суден с почти 600 тысяч тонн вантажей. Из них 16 суден с украинским зерном, с загальной тоннажностью близко 580 тысяч тонн, що найближчим часом выйдуть до портів призначення. Ольга, а что касается Владимира Зеленского, не так часто он все-таки покидает пределы столицы. Как прошел його визит и какие важные заявления сделал он? Среди важных заявлений было то, что Украина собирается выполнять и уже выполняет свои возложенные обязательства. Теперь следующий шаг за организацией Объединенных Наций и Турции, которые должны окончательно согласовать маршрут всей безопасности. И также эти страны должны не только контролировать, как проходит в Украине этот процесс, но и выступать гарантами того, что Россия все-таки будет придерживаться соглашения по зерну и прекратить какие-либо провокации, обстрелы и всяческие попытки срыва, собственно, этого маршрута с зерном. Также следует отметить, что это очень важное событие, поскольку за 5 месяцев войны, которые у нас происходят, Украина смогла экспортировать с помощью путей через Дунай, через сушу всего лишь 10% от всего имеющегося запаса. Так что, в принципе, это и для стран, большое преимущество, поскольку Украина показывает, что, как заявил Зеленский, является не только демократическим государством, но и государством, которое собирается поддерживать продовольственную безопасность во всем мире. Предлагаю послушать дальше. Украина, государственная безопасность во всем мире, что касается декольких кораблей, которые были завантажены и не смогли экспортировать, заодно, через начало войны, из них начнется экспорт. Наша страна полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам ООН и Туреччины. И наши войсковые гарантуют безопасную ситуацию. Министр инфраструктуры находится на прямом связи с турецкой стороной и с ООН. Мы ждем от них, как говорится, можно начать. Также, кроме этого, Владимир Зеленский посетил и наших раненых защитников, проведал их состояние здоровья и также пообщался с вдовами, чьи мужья отдали свою жизнь за защиту Украины. Спасибо, Ольга. На прямой связи из Одессы была корреспондент пятого канала Ольга Дунская. О том, насколько важен для Украины вывоз сельскохозяйственной продукции, мы спросили сегодня у Елены Неробы. Она менеджер агрокомпании. Елена напомнила, что до полномасштабной войны продажа сельскохозяйственной продукции, а это не только зерно, еще и подсолнечник, масло, соя и многое другое, составляла около 40% всей валютной выручки Украины. Без экспорта мы не выживем. У нас каждый пятый житель страны так или иначе занят в сельском хозяйстве. Если Украина не вывезет зерно прошлого урожая, то мы столкнемся с тем, что не сможет существенно увеличить темпы экспорта по сравнению с тем, какие мы имеем с начала войны, то мы столкнемся с двумя проблемами. Проблема номер один. У украинских фермеров просто не будет объективно средств для того, чтобы купить все необходимое для посевной следующего года. И вот здесь уже будут серьезные проблемы. Будут ждать не только нас. У нас зерна, которые не проданы, хватит на три года вперед. Мы это можем есть еще три года. А вот что будет в странах, которые привыкли покупать украинское зерно, и во-вторых, начнутся опять манипуляции с ценами на продовольство. Неправда, что зерна в мире нет. Зерно есть, оно в навальном виде. Его хватает всем. Просто оно распределено неравномерно. Вопрос в том, что оно слишком дорого. Те страны, которые наиболее зависимы от зерна, они, как правило, самые бедные страны. И там люди, если в Европе, в Америке, люди могут заплатить какой-то лишний полдоллара в месяц, доллар в месяц, условно, евро в месяц за хлеб, то для них это не так существенно. У них есть другие статьи затрат, которые для них выросли, и это для них существенно. То в условной Сирии или в Афганистане этот лишний доллар, это все, что у них есть. Они не могут заплатить эти деньги сверху. Отчасти традиционные пятничные новости из России. Только что Минюст России включил в реестр СМИ и на агентов писателя Дмитрия Быкова, журналистов Дмитрия Олешковского и Евгению Альбац. Это все следует из информации на сайте ведомства. Вообще, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину самые громкие заявления по этой теме среди российских чиновников делал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же все эти месяцы создает новые батальоны из числа местного населения и лично контролирует тренировки военных из других российских регионов. Наемников и военнослужащих готовят к боям в Украине на базе в городе Гудермес. По информации изданий «Кавказ Реалии», сейчас в Чечне массово агитируют вступать в ряды силовиков. А неработающих мужчин, по данным журналистов, заставляют объяснять отказ от службы в силовых структурах. Параллельно Кадыров занимается воспитанием, конечно же, в кавычках, чеченской молодежи. Особенно это касается тех, кто живет в других регионах России и, по мнению Кадырова, ведет себя неподобающе. Так, на недавней встрече с депутатом Госдумы, на данном деле Мханов, который, кстати, приходится ему родственникам, Кадыров заявил, цитата, «Если не умеют себя вести, то мы привезем домой и заставим швабрами мыть пол». Ну и такие методы воспитания Кадыров применяет не в первый раз. И не только по отношению к тем, кто находится за пределами Чечни, но и к тем, кто там живет. Причем чаще всего это происходит не по российским законам. И вот конкретный пример того, как по указаниям Кадырова снова, беру в кавычки, воспитывают молодых людей в самой Чечне. Сегодня правозащитник Игорь Кочетков подал заявление Следственный комитет России. По его данным, чеченец Ривзан Дадаев задержан полицейскими и находится в смертельной опасности. В соцсетях разошлись видео с Дадаевым, предположительно снятые полицейскими. На кадрах молодой человек признается, что был задержан по дороге навстречу с парнем. Кризисный центр, который помогает представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщает о задержаниях еще минимум двоих чеченцев. Об этом написало издание «Медуза». Люди пропали в ночь на понедельниках, имена пока не называются. О преследовании геев в Чечне российские журналисты и правозащитники рассказывают с 2017 года. После задержаний чеченскими полицейскими люди подвергаются пыткам, известны случаи внесудебных расправ и даже казней. Ну а мы сегодня напомним еще одном резонансном деле из Чечни. В распоряжении нашего телеканала оказалась запись из Ленинского районного суда города Грозный. Она была сделана 5 июля на предварительных слушаниях по делу Заремы Мусаевой. Это супруга бывшего федерального судьи, которую чеченские силовики буквально похитили из Нижнего Новгорода и вывезли в Чечню в январе этого года. У женщины серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее расскажет Ольга Бешлей. 5 июля в Ленинском районном суде города Грозный на предварительных слушаниях по уголовному делу Зареме Мусаевой стало плохо. Можно доктора вызвать. В этот момент она упала на пол, то есть животом и лицом на пол. И вот у нее был этот приступ, она дрожала. Такие приступы у Мусаевой регулярно, говорит ее сын Абубакар. Ей дают медикаменты, делают уколы, но и СИЗО по состоянию здоровья не отпускают. Несмотря на диабет и многочисленные осложнения. Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Ее сыновья Абубакар и Ибрагим – правозащитники и оппозиционеры. Чеченские власти связывают Янгулбаевых с деятельностью движения АДАТ, которое открыто критикует Кадырова. В конце 2021 года Янгулбаевы сообщали о похищении десятков своих родственников в Чечне. Рамзан Кадыров лично назвал эту семью террористами и обещал преследовать. «Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону. А если окажут сопротивление, то они будут уничтожены». Сайди Янгулбаев, Абубакар и Ибрагим находятся за границей. Задержание Заремы Мусаевой в январе этого года вызвало огромный резонанс как в Чечне, так и на федеральном уровне. Дело комментировали в Кремле и даже в Госдепартаменте США. 20 января сотрудники МВД Чечни ночью ворвались в квартиру Мусаевой в Нижнем Новгороде. На видео, которое публиковал Комитет против пыток, Мусаеву вели к машине по снегу босиком. Ей не дали одеться, не позволили взять с собой инсулин. Чеченские власти утверждали, что таким образом Мусаеву вывезли на допрос в качестве свидетеля. Однако вскоре на супругу бывшего судьи завели уголовное дело. Якобы она набросилась на участкового, который составлял протокол. Они прекрасно понимают, что они не имеют права запрещать правозащитную и оппозиционную деятельность. Например, у меня правозащитная, у моего брата оппозиционная. Они это не имеют права объявлять, так как это будет против Конституции. И вот они через такие механизмы давят на нас. Сейчас Зарема Мусаева ожидает в СИЗО грозного следующих слушаний по своему делу, которые назначены на 8 августа. В деле будет и новый судья. В прошлый уже взял самоотвод. Но ситуация осложняется тем, что адвокаты Мусаевы заметили за собой слежку. 5 июля, в день предварительных слушаний, неизвестные преследовали защитников в аэропорту, в суде и в кафе. На видео, которое предоставили адвокаты, особенно часто мелькает мужчина в клетчатой рубашке. Всего адвокаты насчитали 7 или 8 преследователей. Чем может грозить такая слежка в Чечне? На самом деле есть несколько вариантов. Вариант номер один, что она ничем не будет грозить, поскольку это просто собирание информации о том, чем занимаются адвокаты, с кем встречаются адвокаты. Второй вариант, то, что это попытка такого морального психологического давления на нас. И о иных, скажем так, вариантах я думать, рассуждать не хочу. Об иных вариантах заставляют думать многочисленные нападения на правозащитников в Чечне. Адвокаты уже подали заявление в ФСБ на имя главы службы Александра Бортникова. Они утверждают, что за ними ведется незаконное наружное наблюдение. В документе сказано, что, учитывая специфику дела и угрозы, которые звучали со стороны руководства Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, адвокаты считают, что существует и реальная угроза их жизни и здоровью. Ольга Бешлей. Настоящее время. Далее в эфире документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Это рассказ Андрея Тарковского о самом себе и его взглядах на смысл искусства и жизни в целом. Ясно одно. Роль художника в современном обществе колоссальна. Это трагедия де личности, потому что не каждый с большой легкостью отдаст себя в жертву другим. Это не каждому дано. Программа «Вечер» доступна на сайте currentime.tv в мобильном приложении «Настоящее время». Также мы транслируем наш эфир в Фейсбуке и Ютубе. Если смотрите сейчас нас там, то уже, напоминаю, традиционно ставьте лайк нашей трансляции, чтобы ее увидело больше зрителей. Я, Игорь Севрюгин, с вами прощаюсь, потому что программа «Вечер» уходит на выходные и вернусь уже в понедельник. Оставайтесь с нами. Мне кажется, что энергия протеста накапливалась. Сегодня я делаю свой шаг против третьего срока Сержа Сарксяна и республиканской партии. Опыт участия в гражданских движениях для меня – величайшая ценность. Ты считаешь, что твое требование справедливое, а тебя ракетами забрасывают. У нас было ощущение, что мы тонем. Субтитры создавал DimaTorzok